Эксперименты в науке занимают очень важное место. Ведь без них нам было бы очень трудно узнать что-то новое и совершать открытие. И в продолжении моего недавнего видео я расскажу еще о трех самых продолжительных экспериментах, которые сейчас проводятся на нашей планете. Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти во многих странах. И ученые хотели бы больше узнать о том, как противостоять этому заболеванию. В 1948 году в США около 5000 человек вызвались принять участие в масштабном долгосрочном исследовании. Ученые выбрали здоровых взрослых людей и стали следить за их образом жизни и физическим здоровьем. Уже прошло около 69 лет, но этот эксперимент продолжается до сих пор, даже несмотря на то, что в живых осталось очень мало его участников. А все потому, что в 1970-х годах в эксперимент включили повзрослевших детей первых участников, а недавно и их правнуков. Пока это исследование продолжается и завершать его никто не собирается, ведь оно помогает нам узнать больше о роли генетики и наследственности в болезнях сердца. Как вы знаете, эволюция – это очень медленный процесс, и очень трудно бывает изучать, как точно распространяются эволюционные изменения. В 1988 году американский биолог Ричард Ленский решил выращивать 12 культур бактерий кишечной палочки. Дело в том, что бактерии живут не очень долго, а конкретно кишечная палочка делится каждые 20-25 минут. Таким образом, в течение почти 30 лет, которые команда Ленский выращивала эти культуры, они пережили десятки тысяч поколений. И ученые наблюдали, как бактерии меняются от поколения к поколению. Оказалось, что со временем кишечная палочка стала больше, увеличилась частота мутаций и появилась способность лучше усваивать сахар из питательной среды. Одному штамму потребовалось около 33 тысяч поколений для развития сложной мутации, которая позволяет усваивать вещество цитрат из окружающей среды, что кишечная палочка обычно не способна делать. Конечно, с человеческой точки зрения этот эксперимент, запущенный только в 1988 году, кажется не очень продолжительным. Особенно по сравнению с экспериментами, о которых я уже рассказывал. Но с точки зрения бактерии прошло просто гигантское количество времени, ведь они росли и эволюционировали более чем 60 тысяч поколений, что чисто технически делает его самым продолжительным эволюционным экспериментом в истории человечества. Но все-таки есть эксперимент, который может превзойти его по продолжительности. Микробиологи находят и изучают организмы, живущие в самых суровых местах нашей планеты на протяжении десятилетий. И они выяснили, что некоторые микробы обладают особой способностью. Когда условия становятся слишком экстремальными, они могут выжить высохнув и способны находиться в таком состоянии, пока не наступят лучшие условия для жизни. Затем они просто просыпаются и живут дальше. Теоретически, таким образом они могут сохраняться в течение тысяч лет. Но мы все еще не все знаем о том, как они это делают. И чтобы узнать больше, международная группа исследователей запустила 500-летний микробиологический эксперимент. Они высушили и сохранили бактерии в двух наборах из 800 стеклянных флаконов. Чтобы защитить флакон от радиации, они были помещены в свинцовый ящик. Сейчас, каждые два года они открывают по три флакона из каждого ящика, чтобы посмотреть, выжили ли бактерии и проанализировать их ДНК на предмет повреждений. Начиная с 2038 года они будут открывать новые флаконы раз в 25 лет. А это значит, что завершится эксперимент только в 2514 году. Конечно, если к тому времени его будет кому завершить. Исследователи надеются, что результаты этих экспериментов помогут нам понять, как долго могут сохраняться простейшие живые организмы. А еще знание о жизни в самых экстремальных условиях на Земле поможет нам узнать больше о том, в каких условиях могла развиваться жизнь на других планетах. Но кроме этого, в этом эксперименте есть и другая сторона. Ведь бактерии в этих флаконах являются своего рода капсулой времени. И исследователи, открывшие их в 26 веке, получат доступ к уникальной коллекции микробных сообществ 500-летней давности. И тогда будет очень интересно посмотреть, как изменились бактерии по сравнению с их спящими сородичами. Друзья, давайте пофантазируем. Если бы у вас была возможность, какой долгий эксперимент вы бы организовали? Напишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, то не забудьте нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Так вы не пропустите новые видео на канале Хорошо быть умным.